Можно ли запретить сдавать комнату соседу в коммунальной квартире? Сегодня темой нашего выпуска будет ответ на вопрос, можно ли запретить соседу сдавать комнату в коммунальной квартире. С вами я, адвокат Антон Лебедев. Итак, начнем. Согласие соседей не требуется, если был определен порядок пользования общим имуществом. Силу ч. 1 ст. 41 ЖК РФ собственникам комнат в коммунальной квартире принадлежит на праве общей долевой собственности помещения в данной квартире, используемые для обслуживания более одной комнаты, далее общее имущество в коммунальной квартире. Согласно части 1 статьи 42 ЖК РФ, доля в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире собственника комнаты в данной квартире пропорционально размеру общей площади указанной комнаты. Согласно указанным нормам, порядок использования общего имущества в коммунальной квартире жилищным кодексом не урегулирован. В соответствии со статьей 7 ЖК РФ, к таким отношениям применяются нормы ГК РФ об общей долевой собственности. В статьях 246 и 247 ГК РФ содержится положение о распоряжении имуществом, находящимся в долевой собственности. Такое распоряжение осуществляется по соглашению всех ее участников. Более того, владение и пользование таким имуществом осуществляется по соглашению всех ее участников, а при отсутствии согласия в судебном порядке. Согласно ч. 2 ст. 76 ЖК РФ, для передачи в поднаем жилого помещения, находящегося в коммунальной квартире, требуется также согласие всех нанимателей и проживающих совместно с ними членов семьи. Всех собственников и проживающих совместно с ними членов их семей. Исходя из содержания приведенных норм, следует, что владение и пользование общим имуществом коммунальной квартиры собственники должны осуществлять по соглашению. Заключение какого-либо договора с собственником комнаты с третьими лицами означает то, что эти лица будут пользоваться и общим имуществом такой квартиры. Предоставление собственникам комнаты в коммунальной квартире по гражданско-правовым договорам во владение и пользование комнаты другим лицам, например, нанимателям, предполагает, что эти лица будут пользоваться и общим имуществом в коммунальной квартире. А поскольку данное имущество находится в общей долевой собственности, то для обеспечения баланса интересов участников долевой собственности вопрос о пользовании общим имуществом нанимателями комнаты необходимо согласовывать с другими собственниками жилых помещений в коммунальной квартире. Если такое согласие не достигнуто, то порядок пользования общим имуществом устанавливается судом. Если соглашение между собственниками комнат в коммунальной квартире о порядке пользования общим имуществом квартиры, кухни, коридорам, туалетам не заключалось, в том числе не был определен с собственниками комнат порядок пользования общим имуществом помещениями в коммунальной квартире на случай передачи собственниками принадлежащих им комнат в пользование другим лицам по гражданско-правовому договору, определение Верховного суда Российской Федерации от 16.06.15.78 КГ-15 Дефис-8. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok